Продолжим протрогание с места. Если нам не помогут ни босые ноги, ни чешки, мы возьмем вот такую специальную тапочку. Там пупырышки, они очень хорошо дают возможность чувствовать ногу, а вот здесь пупырышков нет, как раз остается место для пальчиков. Вот ты это попробовал. Если совсем ничего не будет получаться, используя вот такую матрешку, поставим ее прямо на машине и постараемся трогаться так, чтобы эта матрешка не заиграла. Вот такой прием существует. Существует еще очень хороший прием, когда мы будем трогаться с места сначала вот с такими шариками, плавно работать ножками, но это будет только тренировка. Затем мы стаканчики передвинем, перевернем, поставим шарики вот так и попробуем тронуться вот так. Сначала, конечно, я сам покажу, а потом попрошу ученицу. Если она тронется без рук, а там руки не нужны, вот так, и шарики при этом не упадут, значит она достигла хорошего состояния. Далее, если нам потребуется изучить детально педальки, вот они у меня отдельно, потому что на самом автомобиле они далеко внизу, их не видно. А так мы можем взять, потрогать, приложить к ноге и почувствовать их в реальном виде. Переключение передач. На рычаг переключения передач мы возьмем и прикрепим вот такой массажный шарик. Здесь вырежем дырочку, насадим ее на рычаг переключения передач с тем, чтобы контакт руки вот с этими пупырышками был очень чувствительный. Для того, чтобы отучить ученика смотреть на рычаг, мы применим вот такие очки. Эти очки, половинка нижняя у них заклеена и оставлено только маленькое окошечко. Естественное желание ученика посмотреть, где же этот рычаг, наткнется на пустоту. Человек очень хорошая адаптивная система. Если через 5-10 минут каждое вот это естественное движение посмотреть, где рычаг закончится безрезультатно, значит Аня у нас отучится смотреть на рычаг и будет только чувствовать его с помощью ладошки. Это то, что мы от нее и хотим. Далее мы применим вот такое вот приспособление. Если с ногами совсем плохо, а бывает совсем плохо, бывает что ноги значительно глупее рук, тогда мы попробуем педалировать всеми педалями с помощью рук. Только вот это называется удлинитель. Это обыкновенный кусочек зонтика, здесь обыкновенная губочка. И вот сначала нужно будет выжать сцепление, потом включить передачу, потом плавно, а руками это значительно проще, тронемся, потом нажмем на газ, потом снова выжмем сцепление, выключим передачу и нажмем на тормоз. Эта штука передаст сначала все умения руке, а потом через головной мозг и ноге. Ну это в крайнем случае, если вот ничего не будет получаться. Несколько слов о системе безопасности. Даже на площадке можно безусловно контролировать действия ученика, главным образом по торможению. Если по рулению я могу подправить руль влево или вправо, и то в очень ограниченном градусе, то по торможению, если будем работать с двойными педалями, это одно. Но бывает, что двойных педалей не бывает. Поэтому для торможения без двойных педалей можно осуществить с помощью вот этого приспособления, которое придумали немцы. Называется оно брэмсшток. Брэмзы это тормозить, а шток это палка. Сверху на педальку тормоза мы ее прикрепляем обыкновенным винтом, а конец будет в моей левой руке. И в крайнем случае я могу чуть-чуть притормозить. Работе ног этот брэмсшток абсолютно не мешает. Командовать торможением я могу с помощью вот таких вот специальных палочек. Сначала палочка будет жесткая. И мы договоримся с учеником, с ученицей. Вот тормозная нога. Как только я прикоснусь к тормозной ноге, нужно ее убрать с педали газа, подачи газа, и тут же перенести на педаль тормоза. А усилие нажатия на педаль тормоза я уже сообщу с помощью жесткой палки. Чем сильнее давлю, тем сильнее тормозим. Потом от жесткой палочки мы перейдем к мягонькой палочке. Но смысл будет тот же самый. Я-то покоснулся тормозной ноги, значит что-то не так. Значит нужно вынести ногу с газа, а усилие я уже передам вот так. Потом я возьму гибкую палочку. То же самое, то же самое. А когда уже ученик к этому привыкает, я беру бамбуковую палочку. И стоит только мне прикоснуться, инстинкт уже сработает. И в конце концов я беру вот эту китайскую палочку. Если я только слегка притронулся, значит нужно это умножить. А усилия я уже добавлю. Следующая тема, чрезвычайно важная. Это тема обучения рулению. Дело в том, что у человека при управлении автомобилем руль всегда в руках. Педали под ногами. Руль всегда в руках. Руль отвечает за направление. Иногда важнее изменить направление, чем нажать на педаль тормоза. И для того, чтобы научить человека хорошо рулить, я придумал много всяких разных приспособлений, которые ему в этом помогут. Одно из этих приспособлений это стеклянный руль этого блюда. Стеклянный руль, но не простой. На нем еще закреплены зеркала. Когда ученик будет рулить, он еще будет видеть свои реакции, свою мимику, свое лицо, особенности свои при вождении. Вот так. Ну, смотреться на себя, конечно, некогда будет. Но, в принципе, это очень хорошо помогает, потому что это все-таки стекло. Для самых начинающих я показываю вот такую схему, где изображены хваты правильные и неправильные. Количество поворотов рулевого колеса и места перехвата. Но это только чистая теория. Затем мы надеваем на руль вот такую накладку. Ну, она не сразу такая. Она сначала, конечно, без бритвочек. Она сначала только вот с такими специальными дротиками, которые позволят держать руль только в том месте, где это строго необходимо. Но это долгая история, я вам просто показываю принцип. А чтобы человек у меня полностью проникся уважением к рулю, но еще при этом не обрезался, я надену на него толстые лосиные перчатки, чтобы она не боялась вот этого приспособления бритвочка. Бритвочек может быть очень много. Это не долго, 2-3 минутки, но останется на всю жизнь. Уважение к рулевому колесу. Для того, чтобы усилить хваты руля, мы наденем на рух специальные бильярдные перчатки, которые имеют очень маленький коэффициент сцепления. Для чего? Потому что маленький коэффициент сцепления вынудит ее руль держать очень крепко. В противном случае он на нее будет вырываться. То есть я поставлю ее в заведомо жесткие условия. И уже буквально на 5-10 минут, а потом сниму. Тогда она поймет, какие разницы между хватами с плохим сцеплением, скажем, летом, когда рука спотеет, и с хорошим сцеплением. Следующее оборудование предназначено для улучшения точности руления ученика. Вот эти все приспособления, они имеют внизу магниты. Магнитов у меня очень много. Раз, два, три, четыре. Они все есть коротенькие, есть очень длинные. Крепятся на капот, на заднюю сторону машины. Используется как при переднем ходе, так и при заднем ходе. Сначала ученик попадает в простенькую цель, противно нужно попасть вот в эту цель. А затем мы усложняем задачу, отходим в сторонку, устанавливаем мячик, и ученик должен с помощью вот этого удлинителя попасть и сбить вот этот мячик. Упражнение и интересное, и очень точное. Особенно сложно сбить цель вот, скажем, вот таким удлинителем, который еще и болтается. Но зато система точности возрастет настолько, что любое неверное движение рулем будет видно. Попал, не попал. Если не попал, значит еще плохо чувствуешь рулевое колесо. Попал, и радость себе принес, и добился успеха. Продолжение следует... Продолжение следует...